всем привет дорогие зрители с вами канал недвижимость турции парадайз аланя и так дорогие зрители сегодня я хочу рассказать вам о своем взгляде на рынок недвижимости хочу рассказать и показать статистику на турции почему цены поднялись и поднимутся ли цены расскажу как бы про свой взгляд на рынок и на будущее скажем что я ожидаю вот если мне позволят то я нормально расскажу так звоньки сейчас поднимусь я в офис сяду там и сниму ролик постараюсь снять коротким как всегда и побольше полезной информации расскажу идемте вместе наш офис прямо находится около башни часов кого интересует покупка недвижимости или продажа можем снять вашу квартиру на канал и дадите нам уполномочение на продажу ваших квартир водить басницу банк зерат рядом наш офис мы сидим на втором этаже в основном на первом этаже наши партнеры или мировала я раньше мало снимал ролики в августе сейчас сентябрь надо мне еще хотя где-нибудь сяду насчет цен цены на недвижимость выросли и все еще растут у нас в балане я имею ввиду а также в других городах именно турция статистика турции есть такой сайт туик называется я потом отдельно ролик дорогие зрители вот сейчас я вам покажу сайт статистики по всей турции по всем категориям какие есть вот этот наш сайт если кто хочет найти меня не может может перейти на сайт paradise alanya.ru тут контакт на номера ватсап в основном можете кликнуть на ватсап и сразу перекинет вас ватсап также можете на кликнуть на номер или вот здесь у нас есть логотипы facebook контакт instagram так также можете оттуда меня найти у нас тут каждый день свежие новые ролики стараюсь каждый день делиться так через два дня потому что дел стало много и с одной стороны было жарко уже вроде влажность спала так вот наш youtube канал подписывайтесь на наш канал если все еще не подписались чтобы не пропускать новые ролики чтобы зайти на сайт статистики турции прописываем google.com или яндекс кому как удобно здесь пишем туик то и как означает тюркий статистику рума вот такой сайт кликните у вас откроется я сразу перевел на русский язык тут можно перевести также на английский язык вот с этой стороны у нас языки но я использовал переводчик и у меня вот сразу открылась вот эта страница годовой валовый внутренний продукт на 2021 год составляла 11 процентов на 1.4 процента услуг 90 процентов статистика внешней торговли ию выросла на 13 процентов экспорт и так дорогие зрители то что цены на рынке поднялись из-за того что много переехали сюда с севера именно россия украина казахстан и другие постсоветские государства статистика показала что это составила сейчас я вам скажу сколько три целых чем-то процентов youtube глянем мы поделились и вот сейчас эту категорию стараюсь найти поделились сообществе вот высоким продажам жилья по национальности самый больше покупать с россии потом иран ирак казахстан украина германия кубейт англия и другие страны это 1028 адетт поштучно считается население итак заходим на этот сайт вы можете также перейти на карту вот эта карта где показываться все проценты где что взлетела численности и тому подобное вот в этой краю все есть окружающая среда экология доля населения обеспечу услуги на очистке источных флот инфляция и цена инфляция сейчас посмотрим индекс ого видите везде красное это 997 я давать по проценту расскажу годовой скажу годовой по анталии у нас семьдесят три целых семьдесят один процентов стамбул семьдесят три процента балыки сир семьдесят шесть почти шестьдесят восемь также есть бурса шестьдесят восемь самая меньшая бурса инфляция рост цен семьдесят два процента вот я вам просто хочу показать где больше самое больше в карсе карс это северо-восток турции границы грузии и армении почти восемь процентов это приблизительная оценка статистики турции по моему мнению где то я думаю что как минимум восемьдесят два тире восемьдесят восемь процентов инфляции в некоторых городах турции вот анталия интересует нас анталия в основном семьдесят три целых семьдесят один процентов если вас интересовало можете вот кликать строительство и жкх вот давайте количество продаж домов вот это нам важная информация всего продано шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один процент процент или число не могу точно посмотреть домов продано количество продаж домов так Истамбул Истамбул двести семь шесть тысяч двести двадцать три дома это здание да анкара 144 видите да что это в основном не иностранцы покупают а сами же граждане Турции берут за ипотеку ипотечный кредит сейчас проценты точно не могу сказать какие это банки скажут так так и мы смотрели на сайте постараюсь показать вам кредит ипотеки ипотеки ипотек кредити здесь просто ипотечный кредит по недвижимости не показывает сайт это индивидуально надо идти в банк и узнавать зерат банк зерат котовым дает ваков банк дает халк банк и другие банки много банков и нега тоже допустим сто тысяч лир потребительски мне нужно получить сто тысяч лир посмотрим на двенадцать месяцев сколько процентов давайте по турецки сделаю чтобы я понимал что я делаю значит двенадцать месяцев выбираю кредит два процента банк гарантии дает каждый месяц оплата девять тысяч восемьсот семь лир ежемесячная оплата восемнадцать тысяч лир короче вы должны поводить в минус некоторые берут кредит покупают доллар там евро ждут два-три месяца потом продают и на этом гасит свой кредит есть такие махинаторы на рынке занимаются такими делами сейчас глянем сто тысяч лир взяли кредит здесь еще можно три месяца продлевать если не сможете оплатить через двенадцать месяцев от банк вот вроде хорошо дает сто тысяч лир семнадцать семнадцать тысяч восемьсот тридцать девять лир вы полностью потратите чтобы погасить ваш кредит в месяц девять тысяч семьсот семьдесят восемь лир банка ТЭП тоже глянем сто тысяч 1.64 процента ТЭП выгодный оказался ТЭП и ИННГ банк здесь не выгодно здесь еще указан можете зайти также на этот сайт hangycredit.com вот можете перевести также на русский язык если сложности с переводом кредит назад депозит так все я его показал вернемся на карту где указывается чистый продаж так что 4 процента повлияло на рост цен именно те кто приехали за рубежа купили здесь недвижимость в основном российская федерация указала самую высокую покупку в Турции но регионы я не могу сейчас вам сказать точно где Стамбул Анкара Измир или Анталия но как я понимаю в основном и Стамбул и Анталия количество продаж дома продажи продажи упали как я знаю видите 18930 сейчас посмотрим продажи 66 тысяч продажи продаж первые продажи вот это новостройки 2 речки больше продаются 18930 по Анталии разрешение на строительство количество строений согласно разрешению строительства разрешение количества строений согласно площадь площадь я вот открыл на июль месяц 2022 года статистику на данный момент цены взлетели в основном к концу 2021 года продаж было больше всего в декабре 2021 года это как бы начало взлета было в тот момент и с января даже нет когда цены именно в феврале начали взлетать спрос был большой так как иностранцы которые приехали из-за рубежей был большой спрос и закона в тот момент поменяли в Турции ипотеку приостановили выдачу 24 января кажется я подавал заявку там у нас тоже застряли клиент был не смогли получить ипотеку 24 января вот в случае дату помню даже а потом в феврале началась эта ситуация которая сейчас длится и дай бог все это думаю что до конца года как-то все урегулируется ну цены начали взлетать с Истамбула и Анталия но это один фактор из-за этой военной ситуации потому что 4% по статистике я посмотрел уже сейчас не могу это показать 4% взлетели цены на недвижимость только из-за того что иностранцы приехали и купили здесь недвижимость многие знают самые лучшие инвестиции это как бы купить недвижимость никто не знает что произойдет с долларами с евро и с другими валютами мира это самый легкий путь сберечь свое свое сбережение некоторые золото некоторые крипту но самое минимальное так как крипта это рискованная валюта из-за этого многие инвестируют или в золото или в недвижимость или там в акции кто акциями торгует понимают многие в основном недвижимость потому что секунду так ипотечный кредит на данный момент на 20 процентов жилье продалось в ипотечный кредит общий объем 20 процентов сейчас очень выгодно купить ипотечную кредитную квартиру оформить некоторые что делают берут в лирах кредит и потом этот кредит этой полученную сумму в лирах покупают там или золото или там иностранную валюту потом через два месяца когда лера падает к доллару или к евро покупают и продают эту валюту и там зарабатывают спекуляция а и некоторые спекулируют также на недвижимости где-то 30-50 процентов они остаются в плюсе после того как они погасит квартиру потому что на недвижимость все будет расти я разговариваю также здесь с местными местными которые разбираются в политике и в экономике и тому подобное и многие говорят что из-за того что земельных участков именно в районе Махмудлах так как не осталось и ввели с 1 июля ограничения на ВНЖ в районе Каркаджак Махмудлах Кесты и Саллах ВНЖ на данный момент не выдают на продление кто раньше брал те могут получить а вот первая подача не смогут многие уже наверное в курсе об этом и все сейчас направились в зону Демертажа в зону Газипаши так как там выдают и район Тосмар это центр там дорого недвижимости это понятно район Оба ближе к центру цены идут вверх но так как район Оба и Оба и другие районы которые близки к центру там разрешают строительство пяти-шести этажек дальше стороны гор уже высокоэтажки это Чикчеле Чплаклы и другие районы Хаджат выше Хаджата Хаспахче кажется тоже пятиэтажки если память не ошибает так как близко к центру и мало высокоэтажек там цены выше это было всегда просто с января месяца 2022 года цены сильно взлетели в районе Махмутла причина это то что здесь в основном новостройки а там новостройки меньше если даже есть то очень дорого в то время январь и в районе вот эти месяца мы увидели что на рынке Махмутла выше поднялись или стали почти одинаково в центре и я думаю что многие пожаловались госорганами что такое невозможно центр города должен быть дороже чем район Махмутла это была одна тоже вариант возмущались также местные жильцы которые не могут подкупить недвижимость в основном иностранцы покупают допустим они это сделали закон а район Кестель он пятиэтажный всегда был там в основном иностранцы так как земельный участок очень дорогой и местные жильцы там редко могут купить и то граждане турции которые проживают в Европе они могут это купить и по этой причине как-то как-то захотели они цены на рынке спустить не знаю как там парламент обдумывали все во все благо народа хотят сделать но человек покупает виллу допустим в этом районе в Каркаджаке купил за пятьсот тысяч евро ВНЖ что не сможет получить не пойму в Кестеле за миллион миллион полтора есть вилла человек покупает недвижимость еще три месяца прийти отдохнуть уехать думаю что до первого ямбаря или может с первого ямбаря нового года с 2023 года могут ввести поправки что по покупке недвижимости по ТОПу вы можете получить ВНЖ это мои мысли такие или же после президентских выборов которые произойдут пройдут в июне 2023 года может потом какие-то облегчения будут но не думаю что это до конца все так будет длиться все зависит от экономики Турции от бюджета от многих факторов политических факторов внутри страны пока спрос на Турцию большой и чтоб было всегда так все так хотят чтобы экономика Турции залетела попала в десятку как президент Турции и у него такие планы до 2028 года войти в десятку гигантов по экономике мира и это это моё первое желание чтоб так произошло так случилось и многие думают что здесь именно агент по неглижимости эксперты что цены могут стать в Алании как в Дубае потому что спрос большой солнце море фрукты овощи все тут есть перспектива роста Алании и других районов Турции также есть но пока будет развиваться другие регионы Алань уже это давние курортные города многие это также Анталия и другие районы Анталии Салар песчаный пляж Инджикон но там есть минусы что дорога 1 береговая линия мало подземных проходов отелей много собственные пляжи у отелей пока обойти в сезон там много народа накапливается пройти эту дорогу спуститься вниз а в Салар я был несколько раз да я тоже работал застройщиком когда тоже в локале но она меня как-то не притянула как бы на их понятие лучше купить недвижимость ближе к центру города ближе к госорганизациям там миграционную службу в мэрии Алании государственная больница там ну инфраструктура где развита больше всего лучше там потому что я спрос всегда будет этим местам и граждан Турции там будут покупать и Матранс будут покупать а когда за за городом как бы спрос только курортный как бы на сезон приехать отдохнуть сдавать в аренду и тому подобное а кто хочет тишину их тоже понимаю спокойствие да тоже могут купить в других районах Газипаша Демитаж но Демитаж еще надо развиваться где-то 5 лет Газипаша развитый уже там числе населения больше 60 тысяч человек не помню статистику надо посмотреть э все это вы можете увидеть на сайте на данный момент в августе как-то цены продажи как-то уменьшились так как сезон жарко наверное многие люди не хотят гулять под солнцем искать недвижимый кому вынуждено надо искать то они ищут и многие родители заступ дети ушли в школу и после того приедут будет прохладно такой влажности уже не осталось в Алании и будут искать недвижимость еще ожидают что зимой цены упадут в прошлом году ожидали многие были такие и именно в декабре январе произошел уже взлет цен не думаю что сейчас пик цен но где-то есть пик цен в моих понятиях и надеюсь что цены упадут потому что я это очень хочу и многие агентства тоже хотят раньше это были цены ликвидные там один плюс один допустим было пятьдесят шестьдесят тысяч евро мы делали много продаж и зарабатывали свою коничью как говорится много продаж тарафана радио работает а сейчас каждое агентство может месяц по одной квартире по две три четыре только продает август месяц как бы встал именно в махмутларе после этого закона с первого июля другие районы продаются все нормально все идет мы тоже там также работаем ищем по запросу именно недвижимость но так как жарко тоже два-три объекта показывают уже весь потный влажность высокая устаешь под солнцем и хочется тоже самому отдыхать и то что я делаю отдыхаю мало работ постпродажкой занимаюсь на данный момент тех клиентов которые требовали у нас невижимость помогаю от а до я во всех процессах и на звонки постоянно отвечаю итак что произойдет зимой зимой так как сейчас Россия прекратила поставку газа в Европу в Северный поток и те как говорят статистика то что в новостях я читаю смотрю на 80% Германии и другие страны запас уже сделали себе ну фабрики там цехи многие закроются это понятно электро энергоресурсы это квартиры недвижимость семьи да могут как-то сэкономить большие промышленные заводы фабрики и тому подобное это будет сложно эту зиму так могут переждать и что я думаю что граждане русскоговорящие постсоветское пространство которые переехали в те времена те города Европы и сами же европейцы чтобы жить в комфорте в теплоте захотят переехать в южные страны южные города это как Турция как Тайланд Египет и тому подобное где выгодно туда и не поедут здесь в Турции одна валюта посмотрим сколько на данный момент валюта 100 евро минимальная зарплата в Турции 5500 лир 100 евро у них на данный момент 1800 лир 1810 30 сентября 1800 лир конечно они приедут в южные страны города Турции кто купит недвижимость останется тот кто аренду возьмет несколько месяцев пока зима переждут зиму а дальше увидим и с 1 января 2022 года в Турцию все взлетает так как минимальная зарплата учитывается с 1 января как бы в парламенте там у них собрание в декабре происходит это все в конце ноября и декабря 15 декабря кажется определяют минимальную зарплату на 2023 год и ближе к этой теме все на все поднимается цену могут быть скидки к концу года это мебель машины там от авиа не спускают с 1 января уже все желательно всем кто проживает в Турции до конца года закупиться те все чего им не хватает там застеклить балкон купить мебель в октябре ноябре от меня фишка там скидки бывают к концу года еще 15 процентов все проверяйте также цены на сайте акакча.ком или джимит.ком трендиолс и тому подобное и покупайте насчет цен все зависит от политики сейчас вот в Китае пузырь вот этот лопнул там ипотечный кредит там 60 процентов там в основном все на ипотеке в Америке в больших странах вот это проблема на данный момент и там типа начался кризис тагзация сейчас что-то происходит федеральный банк хочет поднять именно опять процент на валюту вроде недавно подняли ну смотрим за новостями можете также наблюдать за экономическим календарем инвести инвести точка ком или несколько других сайт турецкий сайт это бломберг хт точка ком там тоже можете перевести наблюдать за новостями в турции федер они называют топ ланты топ ланты так федеральная резервная валюта у нас значит 21 на 2 сентября у них будет собрание и опять хотят поднять процентную ставку поживем увидим что произойдет с рынком 21 22 сентября да кажется так да собрание будет 21 22 сентября через несколько недель 2 недели 3 недели также повлияет на золото на крипту и тому потом на весь рынок это все влияет на собрание на них и нефть земельные участки цены поднялись и застройщикам невыгодно строить цены в Махмутларе пока что стоят может быть где-то скидка на 2000-3000 евро по сравнению с центром города как это бывает объясняю в Тосморе очень мало земельных участков осталось если есть очень дорого в Тосморе Махмутларе разрешают строить высокие этажки так как плит плиты как я понимаю здесь хорошая почва в других районах только пятиэтажки это Каркаджак Кестель оба 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 джумурет гюлер панареш и кирхан и сарай мальдеси там в основном старые постройки новостройки если будут очень дорого земельные участки также там очень дорого если взлетит цена допустим 2 плюс 1 с инфраструктурой в районе Тосмор стоит там старая постройка десятилетняя стоит от 130 тысяч евро до 180 тысяч евро между ними все зависит от инфраструктуры то Махмутларе с инфраструктурой эти же проекты будут строить десятилетние от 115 до 120 тысяч евро между 170 тысяч евро разница сомахмутлара то смр если военщини не ведут ограничения не ведут ограничения не уберут эти ограничения то цены будут разница района закрытого района с открытым районом между 3 сирия 10 тысяч Если начнется мировой кризис, то цены здесь упадут минимум на 20% в этом районе, потому что спрос всегда будет. Многие поняли, что Алания и другие южные города Турции выгодно покупать именно в этих районах, потому что переехали. Многие живут в аренде, знают, как здесь классно жить, и как бы Алания рай филиала на Земле. Для меня лично, кто здесь живет, может тоже согласится со мной. Главное иметь хорошую работу, найти себе, или иметь какой-то пассивный доход, и жить тут. Есть спрос, постоянно увеличивается на именно город Алань. В будущем, может, Алань получит статус города, она растет с большими темпами, инфраструктура здесь как бы не совсем развита. Может быть, это тоже была причина введения ограничения именно в эти районы. Махмутлар, Кестер, школа должна достроить, должны водные трубы, все вот эти электростанции. Стройки строятся, а инфраструктура мэрии не успевает строить. Тоже, может, повлияло на этот закон, что ввели ограничения. Многое мы знать не можем. И, с одной стороны, не нужно, нужно жить этим темом, и думать о будущем. Всем пока-пока.